В прошлый раз мы постарались проверить себя, от чего я получаю больше удовольствия, от комплиментов, которые я получаю, или от комплиментов, которые я даю другим. Это, по-моему, очень-очень сильный тест, и наше стремление действительно должно быть к тому, чтобы у меня больше, настолько себе наполнить саму себя, чтобы гораздо больше удовольствия у меня было, когда я делюсь, когда я даю комплименты другим. Сила слов и хороших слов очень ярко видим в одной из моих любимых историй, проруб Аарон Иуда Лейб Штейнман. Много лет назад, в одной семье, в одной браке, был мальчик Руви. Руви ему было тяжело в школе, он не преуспевал в учебе, и так со временем он тоже был, у него гораздо меньше было интереса ко всем вещам, которые связаны с религией. И так он связался с не совсем хорошей компанией, и позже он уехал от своих родителей, он переехал в Тель-Авив, и жил с ребятами в квартире, подрабатывал там и сам. Со временем также один из его кузенов жил вместе с ним, они были лучшими друзьями. Позже Руви настолько как бы ушел от всего духовного, от своей семьи, от своего дома, он почти никогда не навещал их, что он пришел один раз в эту квартиру и поделился со своим другом, что он готов, он готовится жениться на еврейской девушке. И тут насколько как бы его кузен, он был тоже далек от соблюдения всех законов, но он говорит, что ну это уже, это очень серьезный шаг, и поэтому, говорит, тебе следует поехать домой и рассказать им об этом. Хорошо, Руви решил, он позвонил родителям, что он приедет на шаббат, они очень обрадовались, они были настолько, они соскучились о нем. Но когда он приехал, они поняли, что это не то, что они ожидали. Он выходил курить в шаббат, он не участвовал в трапезах, ждал как-то момента какого-то, чтобы поделиться этой тяжелой новостью с ними. И когда он поделился с ними, они, для них это была действительно катастрофа, не знали, что делать. Днем, его отец, он ходил на урок к Рафштейнману каждый шаббат, и так, не знаю, как-то с вежливостью, он спросил своего сына Руви, показать ему, что он не стесняется его, ничего. Он говорит, может быть, ты хочешь пойти со мной? Он говорит, куда? Он говорит, я иду на урок, Рафштейнман дает урок. И в сердце отец надеялся, что, может быть, потом как-то он может с ним поговорить, может быть, что-то еще можно изменить. И, как ни странно, Руви соглашается, отец очень удивлен этому, они идут на урок, и Руви сидит там в течение часа, даже немножко слушает. После этого отец тянет его к Рушишиве, к Рафштейнману, и начинает, как бы, сказать, что, может быть, он может с ним поговорить. Ну, по виду уже, там, не нужно было быть пророком, Руви выглядел, что он действительно не только что пришел из Ешивы. И Рафштейнман спросил, задал он такой вопрос. Он говорит, сколько лет ты уже не соблюдаешь ничего? Он говорит, уже около трех лет. Он говорит, за это время у тебя были какие-то моменты, что ты чувствовал, что ты хочешь вернуться? Что у тебя есть такое, у тебя есть раскаяние, ты чувствуешь себя, что ты не хочешь оставаться таким, как ты живешь сейчас? Он говорит, да, действительно, у меня было примерно два раза. Рафштейнман спросил, сколько времени это у тебя продлилось? Эти мысли. Он говорит, ну, каждый раз это было около десяти минут. После этого я просто сказал, что это... Поехали дальше. Рафштейнман сказал, что я завидую тебе. Он говорит, мне? Он говорит, да. Сказано в Талмуде, что в том месте в Ганейден, в раю, где стоят Балай Чива, люди, которые раскаялись о своих деяниях, они вернулись обратно к своим корням, то даже самые большие цедяки, самые большие правильники, они не могут попасть в это место. Он говорит, настолько высоко, настолько особен. Он говорит, у тебя было время, уже два раза, даже несколько минут, что у тебя был процесс, который можно назвать, что ты занимался Чива, у тебя было вот это раскаяние настоящее. Он говорит, я завидую тебя. И это произвело потрясающее впечатление на Руви. И он как бы был в трансе, что ему... Год лагадор, из главных раввинов всего поколения. Он говорит, что он завидует ему, потому что у него были такие мысли. Это зашло в его сердце и никак его не могло отпустить. Он вернулся домой, он попрощался с родителями. Через несколько недель он вернулся, он приехал опять. И так он не женился этой девушке. Он, наоборот, все больше и больше начал возвращаться к своим истокам, к своей семье. И один раз его отец спросил Руви, а почему ты решил пойти со мной на этот урок? Ну, как бы, ты весь шаббат вообще ничего не интересовало. Ты совершенно был, как бы, настолько далек от всего этого. Идти на урок Торы, как бы, Крафштейнман. Как, как, что на тебя повлияло? Руви мне сказал, что я расскажу. Когда я был в начальной школе, в третьем черном классе, то наш учитель повел нас на такое тестирование, на тест к Рушишиеву Крафштейнману. Мы все подготовились, и он задал нам вопросы, и мы отвечали. У него была корзинка с конфетами, и каждому из ребят, которые приходили к нему, он задал вопрос, отвечал, делал ему конфетку, и так следующий. Это было очень праздничное событие, и все мы ждали этого. И когда дошло очень до меня, я очень нервничал, пережил, потому что я не мог ничего запомнить, это не шло мне в голову, и он задал мне вопрос, я не мог ответить на него, я не знал ответа. Но тогда он задал мне более простой вопрос, здесь тоже я не смог ответить. И когда он задал мне третий вопрос, уже совсем простой вопрос, и я просто на него вот так вот стоял, я старался что-то сказать, у меня ничего не получилось, то он вынул из корзины и дал мне три конфеты. И когда я с удивлением посмотрел, почему, за что, за что мне три конфеты, он сказал мне, что выдержка от иудаизма — главное — это стараться. Другие ребята, они постарались ответить на один вопрос, ты старался ответить на три вопроса, тебе полагается три конфеты. И вот эти слова, эти действия, они были в моей памяти, в моем сердце, когда я услышал его имя, что папа, ты идешь на его урок, я скажу, что я пойду. И мы видим вот эти вещи, которые человек может сказать кому-то, особенно людям, которые находятся в тяжелой ситуации и дать им мотивацию, мотивацию продолжать дальше. И показать им, что я в тебе верю, я вижу вот это хорошее в тебе, то эти слова, они могут изменить человека жизнь, он будет помнить на это годами, это может изменить его жизнь, его будущее, его семью только из-за этих хороших слов. Спасибо. 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 Спасибо.